Друзья, всем привет! Сегодня мы подъехали на Сесимбру. Сесимбра это рыбацкий поселок, который находится в 30 километрах от Лиссабона. Ну и говорят, что здесь неплохая кухня, золотые пески и вообще видно миллион. Правда, здесь он такой своеобразный, как бы. Но сейчас все посмотрим. Значит, первая проблема это парковка. Машину запарковать получается только наверху. Верхом я называю вот такие узкие улицы и вот наверху. Конечно же, эти старинные домики с плиткой, я же лежу. Короче, прогуляемся, посмотрим сейчас все по порядку. Курш устроено, что везде на Сесимбре, в маленьком городоке, у них все под рукой. То есть, приходишь на пляж, а здесь вот такое кладбище. Что интересно, кремационные камеры здесь, то есть, в местах, где лежат уроны. А вот здесь лежат просто покойники. То есть, вы смотрите, я стою, и вот здесь лежит гроб с покойником. Его фотография, информация о нем. И вот здесь тоже гроб. То есть, есть клеповый, те, у кого денег побольше, и ребята, у кого денег поменьше. Это вот, как они называются, кремационные. Беда здесь в том, что земля каменистая, и рыть такую землю, чтобы закопать покойника, это проблема. А положить его вот в один из такой ящик, при такой жаре, как у них, ну, разумеется, тело быстро мумифицируется, и как бы на этом все. Очень удобно. Обратите внимание, что вот они, дома, то есть, люди живут в домах, и кладбище находится прямо здесь. Либо их это совершенно не парит, либо просто... Ну, менталитет у них такой, что ли. КОНЕЦ Самый лучший вид. Конечно же, он либо с кладбища, либо с церкви. Но так исторически сложилось. Смотрите, какой шикарный вид. И мы так уж получилось, что запарковались почти на кладбище, и отправляемся на пляж. Это, наверное, самая энтуражная картинка на Средиземном море. Неважно, где-то Греция, Испания, в данном случае Португалия. Когда ты вот по узкой улочке идешь и видишь вот эти вот бельишко, которые по-другому здесь просто не высохнут. Это не потому, что они некультурные, а потому, что внутри влажность такова, даже в жару, что белье не сохнет. И вот такими перекатиками ты двигаешься вниз к самому прекрасному, что есть на море. Это, конечно же, морская кухня. Да? И пляж. Так, ну что, оказались мы на пляжике. Ну, не бывает плохих пляжей. Ну, здесь действительно золотой песок, золотистый песочек. Здесь кофеюшка неплохая. Кстати, все фоточки делаются на фоне вот этой сторожевой башенки. Что касаемо брусчатки, она в идеальном состоянии. Сейчас посмотрим, какой здесь набережный. Но сразу говорю, что это как бы деревенская, ну, рыбацкая деревушка. И здесь прям особенного экшена, насколько я понимаю, нету. Хотя вечером, говорят, есть какие-то дискотеки. Сейчас посмотрим, может, для них есть место. Есть, в принципе, кухня и средиземноморская, и местная, и китайская. Ну, сейчас посмотрим. Разумеется, много лавочек, в которых можно где-то перекусить, купить крем для загара, купить какие-то шлепанцы и так далее. Очки от солнца. Какая здесь публика? В основном здесь немцы, есть немножко англичан, но и французы. И преимущественно они сюда едут из-за, ну, хорошей и недорогой кухни. Ну, и как действительно место такой деревушки в стиле, может быть, Египет. Но она выглядит вполне достойно, то есть по-европейски. И уровень сервиса здесь, ну, вполне среднеевропейский, скажем так. Небольшие улочки. Кстати, есть и красивые здания. Хоть это и деревушка, но вполне такая колониальная деревушка. Понимаю, здесь есть замок Форд. И как все пляжи делятся на... До Форда, ну, до скалы какой-нибудь и после. После здесь действительно вид более, скажем так, выигрышный. Очень красивая отвесная высокая скала. Но в целом песок везде одинаков. Море везде лазурное. Ну, и деревушка, как деревушка, традиционная рыбацкая. Разумеется, много рыбы в ресторанах. Среднее блюдо, надо сказать, 7-8 евро стоит. Ну, есть также рестораны, где все включено. Вход 12 евро. Платите просто за входной билет и питаетесь, кушаете все, что угодно. Условно говоря, очень маленькая сессимбра деревушка. Вот смотрите, по левую сторону немногочисленные ресторанчики рыбные. и по правую пляж. А за ним всевозможные ресорты, всевозможные отели, ну и так далее. Вон там, где мы видим маячок, там можно брать рыбалку на марлина, катание на яхты и ныряние к затонувшему кораблю с аквалангом. Все стоит 70 евро с человека. Честно говоря, всю деревушку можно пройти, наверное, минут за 20 пешком. Но это, скажем так, место для милого семейного отдыха. Если вы действительно соскучились по хорошему морю и не любите большие экшен, туристические курорты, то место это явно для вас. То есть для парочек, для детей семейных пар ну и так далее. В принципе, вот и все. Мы прошли всю систему. В撤ка, это что-то все. и смотрите с каким видом мы кушаем то есть так получилось что самое дешевое жилье у нас оказалось но на золотых песках сусимры то есть мы тусуемся на пляже хочешь не хочешь каждый день мы кушаем в ресторане не потому что мы крутые потому что дешевле не бывает здесь такая фишка ты платишь как бы просто за вход в ресторан он стоит 9 евро и там все включено вот ты щелкаешь пальцем тебе еду приносит до бесконечности 3 часа 3 часа а где написано что 3 часа ну мало что написано короче не выходя где ты видишь он ищете написано и получается что дешевле просто питаться в ресторане с утра до вечера а вот этот вид который многие из вас называют волшебным то есть приезжает сюда на пляж отдыхать это чуть ли не обычный рядовой вид из окна так что какие-то плюсы у командировок безусловно есть но это не потому что мы жируем у нас там дофига бабла на слишком круто платят вовсе не поэтому просто для кого-то эконом вариант это это для нас а для вас это дорого например у нас здесь бутылка муж кител стоит сколько очень хорошего 5 евро среднего к 3 до 5 евро стоит бутылка муж кител а в латвии у нас такая бутылка стоит от 20 до 35 лет самую дешевую нашли обиду пасово 19 со 20 евро по акции то есть понимают что мы можем муж кител тут пить каждые выходные не потому что мы крутые пацаны потому что он реально стоит здесь копейки например хамон испанский а у нас в латвии стоит градус ирана где-то в районе 150 евро здесь он стоит 25 евро обычные нормальные деньги недавняя есть пациент н в в Субтитры создавал DimaTorzok